МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Свой особый творческий путь она увековечила свое имя не только в истории литературы, но и в сердцах нескольких поколений читателей. Встреча состоится на аэродромной 16А. Вход свободный. В Литературном музее имени Максима Горького состоится открытие новой выставки «Петр и Алексей». Алексей Толстой – автор самого значимого произведения о Петре I и сценария к его экранизации. Самарский литературный музей располагает уникальной коллекцией графики, более 100 иллюстраций к роману Толстого. И в этом году в рамках выставки «К 350-летию со дня рождения первого русского императора» демонстрируется значительная часть этой коллекции. В своем наставлении начинающим писателям Алексей Толстой обращал внимание на важность выбора точки зрения при создании текста в произведении. Художник, создавая иллюстрации, также выбирает определенный ракурс, точку зрения, с которой смотрит на персонажа, эпоху и роман в целом. Поэтому все иллюстрации на выставке сопровождают комментарии искусствоведа Дарьи Волковой, проанализировавшей, чьими глазами тот или иной художник смотрит на Петра. Вход на открытие выставки бесплатный. Воскресенье, 9 октября, в 17.00. Сам Марский художественный театр в эти выходные представляет зрителям кое-что необычное и загадочное. Спектакль «Мистификация миллиард» по пьесе талантливого екатеринбургского драматурга, пишущего под псевдонимом Алекс фон Бьоркун. Создавая свое произведение, автор вдохновлялся образами и мотивами из текстов великих писателей Чехова и Островского, Горького и Льва Толстого. В усадьбе крупного помещика его сын и дочь, новая жена и богатый промышленник, земский врач и мелкий чиновник, а также слуги спорят о том, является ли недуг хозяина дома психическим расстройством или же даром свыше. И незаметно для зрителей переходит к дележу его наследство. Интрига завершается неожиданным финалом. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.